Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. По поручению главы Анапы, его заместители проводят прямые телефонные линии. Анжелика Базунова, курирующая самую сложную сферу ЖКХ, стала первой в списке замов, кто ответил на вопросы анапчан, о чем спрашивали дозвонившиеся в нашем материале. Тот же прием граждан, только по телефону. Замглавы в течение часа общалась с жителями курорта. Из Анапской позвонили с вопросом, будет ли построена канализация в станице. У нас на территории города есть утвержденная схема водоснабжения. В этой схеме водоснабжения учитывается канализация по Анапской. Сейчас мы готовим, с 2019 года у нас работает инвест-программа, и тогда мы будем уже заниматься развитием сетей, строительством канализации. Вопрос из Джигинки об уличном освещении. Жители улицы Мира попросили вернуть им свет. Поручение Анжелика Базунова отдала тут же, во время прямой линии. Со схожей проблемой обратился житель СУКО. С конца прошлого года по улице Советской на промежутке от школы до детского лагеря «Электрон», это порядка двух с половиной километров, не горит уличное освещение. Представитель Анапских районных электросетей объяснил, не хватает заявленной мощности. Нужна заявка на увеличение. В пионерский лагерь сейчас вечером будет очень много отдыхающих, там и детей, и всех, и то, что у нас там нет уличного освещения, а это трасса, краевая, и там нет ограничения скоростного, это ненормально, что у нас нет… Да, но это надо сделать, и очень быстро. Тоже нехватка мощности, но уже в системе газоснабжения. Житель поселка Уташ попросил ответить, почему ему не выдают технические условия на подключение. Добрый день, Газпром газораспределение. На сегодняшний день по ГРС «Дживинка» выдано и реализуются тех условий уже на 19 тысяч, то есть дополнительные тех условия до реконструкции ГРС мы выдавать не можем. В 2019 году планируется по расчетам начала реконструкции ГРС «Дживинка». Дорожный вопрос прозвучал от жительницы улицы Промышленной в городе. Анжелика Бузунова рассказала, что улица Промышленная будет отремонтирована в этом году до 31 ноября. Стоимость работ только по этому объекту составит 11 миллионов рублей. Процедура определения подрядчика, который выполнит ремонт дорог в муниципалитете, уже стартовала. Выездные проверки готовности детских здравниц к предстоящему курортному сезону начнутся с 10 мая. Об этом сообщил заместитель главы города курорта Эдуард Балмашев на заседании специальной межведомственной комиссии. Особое внимание в этом году уделяется безопасности, в том числе противопожарной. Последние месяцы до начала курортного сезона пролетят быстро. Затягивать с оформлением необходимых документов нельзя. Выявленные недостатки нужно ликвидировать максимально оперативно. Эту мысль заместитель главы города курорта Эдуард Балмашев донес в первые же минуты. В зале сотрудники муниципалитета, представители ведомств, МЧС, полиции, распотребнадзора, инспекции по маломерным судам, которая контролирует работу матросов-спасателей. А также руководители пяти детских здравниц, в том числе и старейших. В оздоровительном лагере «Буревестник» готовы за смену принять около 400 юных жителей России. Помимо корпусов и столовой, там есть летняя эстрада, беседки. Идет ремонт крытого кинозала на 250 мест. Что на сегодня сделано? На сегодня сделано. Устранены замечания по кафельной плитке столовой, увозены и отремонтированы на более 12 квадратных метров. В медицинском пункте установлены дополнительные поддоны для уборки уборочного инвентаря. Подготовка любого детского лагеря к сезону – процесс постоянный. Эдуард Балмышев призвал сотрудников ведомств чаще выезжать на места не с проверкой, а в качестве экспертов, чтобы у здравниц была определенная фора. Традиционно особое внимание вопросам безопасности, как личной, так и противопожарной. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Лариса Медведева обратила внимание на новые правила. Теперь у персонала, который контактирует с едой и питьевой водой, в обязательном порядке должны быть прививки от ряда вирусных заболеваний. Я считаю, что сегодня справляемся с поставленными задачами. Конечно, у наших структурных подразделений и у контрольно-надзорных органов есть вопросы к некоторым нашим объектам. Но все быстро выполняют и устраняют все замечания, которые говорятся. У нас запланировано с 10 мая по графику обследования всех объектов. Я думаю, если там еще какие-то будут установлены дополнительные замечания, мы будем оперативно все это, скажем так, выполнять. Одна из ключевых задач – увеличить на столе отдыхающих долю продуктов, произведенных в регионе. В частных здравницах говорят, что стараются закупать местное, особенно молоко, мясо и фрукты. В ведомственных здравницах закупки производятся в рамках конкурса, но местным производителям на них всегда рады. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Перспектива увеличения мест в детских садах и школах, развитие медицины на селе и почему будет продолжена практика Дней здоровья. Об этом и не только гость нашей рубрики «Тема недели» заместитель главы Анапы Екатерина Боровская. Сегодня на студии заместитель мэра, курирующая, наверное, самое чувствительное для населения направление – социальный блок. Екатерина Петровна, добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Поправьте меня, если я ошибаюсь, 30 лет назад у нас в последний раз вводилась эксплуатация школа. Население у нас пребывает каждый год довольно-таки существенно. Ситуация с местами в детских садах, в школах, ну, прямо скажем, она близка к катастрофе. Что сегодня делается? Есть ли предпосылки к тому, что ситуацию каким-то образом удастся переломить? Да, действительно, ситуация критичная, но для того, чтобы именно вот ее переломить, делается сейчас очень много. Глава нашего города Юрий Федорович Поляков поставил нам четко задачу. Сейчас это приоритетное направление для всех. И уже на выходе у нас есть несколько объектов, о которых я бы сейчас хотела сказать и вам, и жителям нашего города. Миграционные потоки действительно позволили нам прирасти большим количеством населения. Это трудоспособное население, это в том числе молодые семьи, которые имеют детей. И мы рады, что к нам приезжают гости, остаются, потом становятся жителями нашего города. Но социальная инфраструктура не выдержала и не выдерживает такого потока. Что делается сейчас? Расскажу для начала в разрезе детских садов. У нас есть уже практически завершенный проект, он в стадии уже финального этапа. Это детский сад по улице Лазурной. Это детский сад на 160 мест, где мы сможем принять наших деток уже в этом году. Что сейчас там делается? Сейчас уже ведутся отделочные работы, ведется благоустройство территории. Мы закупили плитку. То есть ведутся вот такие уже финальные моменты, которые позволят нам потом уже завести туда необходимый инвентарь, завести туда мебель. И после этого, получив лицензию, пригласить, сделать большое открытие и завести туда, наконец-то, наших анапских детей. Это большое событие. Мы его, конечно, очень ждем. Что еще касательно детских садов? Это детский сад номер 2 на улице Крымской. Мы тоже все знаем этот социальный объект. Мы тоже следим за его судьбой. Жители очень активно участвуют, постоянно спрашивают, что касается этого объекта. На сейчас уже есть подрядчик, он определен. Прошли конкурсные процедуры. На этой неделе подписан договор, и этот подрядчик заходит на этот объект для строительства. Подготовительные работы уже проведены, и администрация будет четко отслеживать по контракту сроки исполнения. В соответствии с законодательством будет осуществляться надзор за строительством этого социального объекта. Этот детский сад у нас на 80 мест. То есть по проекту, по нашему контракту строительство должно осуществиться за 9 месяцев. То есть вот эти сроки для нас контрольные мы будем следить практически в ежедневном режиме. К тому же это центральная часть города, все будут видеть, как он растет. Для нас это тоже очень долгожданный проект, который наконец-то будет реализовываться. То есть видимая его часть, потому что большая работа, документальная, подготовительная. Она была незрима, она велась, но сейчас это выходит на такой уровень визуализации. Что еще касается наших детских садов? Это пристройка в детском саду номер 31 Зоренька в поселке Супцех. Там у нас будет пристройка на 56 мест. Глава нашего города четко поставил задачу увеличить это количество, потому что изначально это была пристройка на 28 мест. Но мы понимаем, это не то количество детей, которое необходимо для того, чтобы очередь сократить. И задача его была выполнена. На 56 мест мы увеличиваем эту пристройку. Уже согласовывается проект. В конце апреля он будет согласован. В мае пройдет экспертиза. И после этого, уже начиная с этих месяцев, с летних, будут вестись уже непосредственно строительные работы. Ждем также вот этот объект, который нам очень нужен. Нужен селу, нужен нашему городу. Что касается объектов школы и школьной инфраструктуры. Конечно, здесь ситуация достаточно сложная. Она не может не тревожить, потому что растет детское население, которые потом идут, естественно, в школу. Из садиков они идут в школу. И мы уже понимаем, что сейчас многие районы, городские, особенно городская черта, они просто трещат по швам. Школы наши не выдерживают. Но и здесь у нас есть радостные моменты, о которых хотелось бы сказать. Работа эта тоже поступательно велась. Подготовлен полностью пакет документов на пристройку к шестой школе на 400 мест. Также для нас долгожданный объект. Уже подтверждены краевые деньги. Мы получили выписку из протокола. Сейчас готовится соглашение на получение этих денег в муниципалитет. Формируется конкурсная заявка. И мы уже также приступаем к строительству этой пристройки на 400 мест на территории шестой школы. Это наиболее густозаселенный у нас район. Это спальный район. И нам она очень-очень нужна. Что касается перспективы еще подобных проектов, то у нас сейчас ведется в этом году проектно-сметная документация на объект школы по улице Спортивной. Это долгосрочная перспектива. Но чтобы она реализовалась, мы многое делаем уже сейчас. Ведутся предпроектные работы. Многие уже стадии согласования прошли. Это и водоподведение, это и необходимые технические условия. Сейчас работаем над светом. Как только получаем все эти согласования, формируем уже проектно-сметную документацию, с которой мы можем выйти на экспертизу. Это большая школа на тысячу мест, которая позволит нам разгрузить наш муниципалитет. Также хотелось бы отметить, что есть готовый проект на школу 395 мест по улице Ленина, 191. Это полностью сформированный пакет документов с прошедшей уже экспертизой. Мы также сейчас включаем этот проект в несколько краевых программ для того, чтобы была возможность получить нам какое-то краевое финансирование. Сейчас активно работаем, постараемся также этот проект куда-то внедрить в какую-то краевую программу, для того, чтобы впоследствии мы могли его реализовывать. На территории сельских округов некоторых также ситуация достаточно сложная. Мы понимаем, что сейчас выдаются и участки земельные для многодетных семей. А если многодетные семьи, то, конечно, наши дети, это опять же детские сады, это школы, это блок лечебный, соответственно, и медицина здесь касается. Поэтому это действительно такая комплексная проблема, над которой сейчас работают абсолютно все. Абсолютно все. И строители, и проектировщики, и наш социальный блок. Поэтому я думаю, что все вместе, консолидировав вот таким образом усилия, мы сможем ситуацию переломить. Она уже сейчас, можно сказать, выходит на такую динамичную кривую. И сделаем все для того, чтобы нашим жителям, людям, которые живут в нашем городе, было комфортно. Чего в достатке в Анапе, так это новых жилых микрорайонов. Где строят, как строят, это тема отдельной передачи, отдельного разговора. Но я хотела поговорить о другом. Когда застройщик заходит на территорию, строит дома, естественно, получает прибыль с продажи этих квартир, ну, наверное, должен присутствовать здравый смысл. Наверное, он должен думать о том, как обеспечить инфраструктурой тех людей, которые будут жить в его квартирах. То есть, необходимо поликлиника, наверное, да, детский садик, школа. И здесь появились примеры, ну, я бы назвал это ответственного бизнеса. Вот небольшой материал я предлагаю посмотреть, после чего мы опять вернемся к разговору. Руководитель строительной компании Виктор Леонтьев ведет главу Анапы по будущему детскому саду. Он рассчитан на 160 мест. Строится по индивидуальному проекту на улице Лазурной в Алексеевке. После завершения стройки здание детсада передадут муниципалитету. Рабочие уже приступили к отделке. Застройщик обещает, что выполнена она будет современными материалами. Здесь просторно выдержаны все ГОСТы. С учетом того, что здесь ведется такая многоэтажная застройка, он здесь просто будет нам необходим. Необходим. Конечно, мне хотелось бы, чтобы это было вчера, позавчера. Буду просить вас как можно быстрее нам его сдать, потому что если вы нам его сдадите, мы быстрее примем участие в закупках того оборудования и мы его окончательно откроем. Еще один проект получил путевку в жизнь. Шестая школа прирастет дополнительным корпусом. Заявка муниципалитета одобрена. Финансирование почти 300 миллионов рублей из краевого бюджета рассчитано на два года. Микрорайону, где детское население год от года пребывает, этот проект нужен как воздух. Она просто необходима, потому что особенно в начальной школе очень много сейчас параллели, очень большие. То есть у меня у ребенка, по-моему, 7 третьих классов. Знаю, что у вторых 8 и так далее. Потому что с каждым годом классы увеличиваются и численность в них до 40 человек достигает в некоторых классах. Поэтому это просто необходимо, я считаю. Даже, может быть, не только в пристройках дела. Хочется и новые школы увидеть полномасштабные. И, конечно, потому что Анапа растет и строится сейчас очень темпами большими. И просто необходима инфраструктура. Глава Анапы ставит задачу готовить новые проекты под школы и детсады и добиваться по ним финансирования. Екатерина Петровна, есть поручение главы находить так называемые пятна застройки и бронировать их под социальные объекты. Что делается, что уже сделано? Действительно, такое поручение Юрий Федорович выдал. И для нас это долгожданное поручение, потому что мы видим, что вот такая хаотичная застройка просто не позволяет нам сейчас дальше развивать нашу социальную инфраструктуру города. Потому что просто нет уже реально площадей. Что мы сейчас сделаем? Те пятна, которые у нас выявились в результате ревизии земельных участков, мы их застолбили под социальные объекты. В разрезе сельских округов у нас есть эта информация. То есть мы знаем, какие у нас есть объекты под гипотетические здравоохранения, под детские сады, под школы. Также и в разрезе города. В разрезе города их, конечно, меньше, но тем не менее они тоже есть. Это участок, как я уже сказала, по улице Ленина, 191, где там планируется школа и детский сад. Что касается объектов здравоохранения, то здесь мы работаем опять же застройщиками, которые выдают нам, так скажем, возможность завести врачей именно на первые этажи для того, чтобы в дальнейшем они там вели прием. То есть работа началась, она будет вестись в этом направлении очень конкретно и продуктивно. Я знаю, что скоро приступят к строительству офиса врача общей практики в Чиконе. На какой стадии, на каком этапе реализации этого проекта? Да, тоже долгожданный для нас проект, для наших сельских жителей Первомайский. Это самый большой сельский округ в нашем муниципалитете. И кабинет врача общей практики мы ждали очень долго. Был выделен земельный участок специально для этого проекта. В этом году мы получили краевое финансирование, полностью сформирована заявка. Сейчас ведутся конкурсные процедуры, и мы сможем уже в мае месяце заключить контракт и выйти на строительство этого объекта. В декабре месяце мы планируем завершить строительство. После этого процедура лицензирования данного кабинета. Я думаю, что в первой половине следующего года мы сможем уже принимать людей данного сельского округа. Замечательная новость. А что касается расширения амбулатории в Станице-Анапской? Да, тоже Станица-Анапская прирастает большим количеством населения. Практически уже сравнялось с городской чертой. Людей очень много. Амбулатория работает в таком очень интенсивном режиме. И сейчас мы работаем над увеличением количества мест в дневном стационаре. Ведутся сейчас ремонтные работы именно на территории этого объекта. И в октябре-ноябре месяце мы уже сможем принять первых посетителей в данных площадях. Нет возможности в каждый населенный пункт организовать там офис врача общей практики. Нет такой возможности. Нет столько денег в бюджете, хотя хотелось бы, наверное. Дни здоровья. Насколько эффективна эта практика? Будет ли она продолжена? Может быть какие-то будут изменения корректировки? Практика проведения Дней здоровья на территории сельских округов, уже проведенный период мы можем проанализировать, она себя оправдывает. Почему? Потому что медицина едет на село. Не врачи-терапевты, которые принимают, а именно узкоспециализированные специалисты, которые нужны. Это и хирурги, это и окулисты. Мы привозим туда аппараты УЗИ, мы привозим туда кардиограмму, то есть возможность людям, не отходя далеко от своего места проживания, не выезжая куда-то, не тратя для этого особых усилий, прийти и получить все в комплексе. Себя продиагностировать, взять кровь на уровень сахара, на возможность узнать, какой у тебя холестерин, пройти врача-эндокринолога, потому что заболевания щитовидной железной эндокринной системы у нас с каждым годом растут. И вот эти проведения таких дней здоровья взрослых и для детей, это возможность нашим людям спокойно, без суеты, без очереди, получить полную картину клиническую, свое состояние, своего здоровья. В случае выявления каких-то патологий мы прорабатываем маршрут лечения, уже выдаем определенные рекомендации, для того, чтобы человек уже понимал, да, ему нужно заняться точечно, своим здоровьем, обратить внимание на ту или иную проблему и заниматься этим вплотную. То есть для этого возможность, конечно, есть. Хотелось бы отметить, что у нас звено медицинское достаточно хорошо развито на территории сельских округов. Время доезда кареты и машины скорой помощи у нас 20 минут не превышает этого норматива. Мы говорим о том, что любой человек, даже если он не может прийти, он может вызвать машину, получить необходимую квалифицированную помощь. Мы не уменьшаем наше звено поликлиническое абсолютно ни на одну единицу. То есть если есть какие-то оптимизации, то это исключительно в интересах наших жителей. И это для нас самое главное, потому что прирастает город именно сельскими округами. И мы там ни в коем случае не должны вот это звено не упускать ни на минуту. Это на особом контроле. Мы все делаем для того, чтобы жителям наших сельских округов было комфортно там проживать, а значит и получать медицинское обслуживание. Актуальная тема – это волонтерское движение в Анапе. Без них сегодня без волонтеров никуда. Они на чемпионате мира по футболу будут нас работать. Они ветеранов на 9 мая будут поздравлять. На каких позициях сегодня в Анапе волонтерское движение? Как вы его сами оцениваете? Да, волонтеры города Куртанапа – это абсолютно особое явление, потому что волонтерство у нас зародилось в городе очень давно. Ему уже более 10 лет. Мы начинали волонтерское движение, когда еще не было особых даже и методических рекомендаций. Просто был круг единомышленников, которые понимали, что нужно делать такими общими усилиями какие-то хорошие дела, теория малых дел. И вот сейчас это действительно у нас вышло на уровень такого движения, волонтерского движения. Работает в городе школа волонтеров, которая позволяет на такой системной практической основе выводить эту работу. Особенно объединило нас событие, которое мы все ждем. Это чемпионат мира по футболу. Мы сейчас готовим наших волонтеров, которые будут встречать наших гостей, которые уже сейчас проходят активно уроки в этой школе волонтеров. Это и английский язык, это умения и знания истории Кубани, России, Анапы. Тут, конечно, мы должны очень серьезно отнестись к этой работе. Нам помогают активно серебряные волонтеры, которые замечательно себя абсолютно проявили на Олимпиаде в Сочи. Ну и вообще волонтеры, конечно, это не только помощники при проведении мероприятий. Это не только событийное волонтерство. Это и медицинское волонтерство, и волонтерство экологическое, помощь животными. То есть здесь абсолютно, это не только молодежное движение, это движение, которое объединяет и работающих граждан нашего города, кто в, так скажем, в свободное время от своих таких трудовых будней работает на благо города, помогая, опять же, нашим ветеранам, помогая людям, которым необходима какая-то помощь, многодетным семьям. Они у нас, конечно, первые помощники при проведении различных акций общегородских. Словом, движение это действительно у нас очень сильное, очень такое мощное. Для молодежи мы специально заполняем личные волонтерские книжки, которые позволят им потом получить какие-то бонусы при поступлении в тот или иной вуз, если они захотят воспользоваться этой возможностью. Поэтому, пользуясь случаем, призываю всех вступать в ряды волонтеров нашего города. Это очень достойно и почетно. И знаете, вот на ведении порядка у нас волонтеры тоже на передовой, наша снимочная группа была с ними как раз на таком десанте чистоты. Другая посмотрела сюжет, потом вернутся в студию для разговора. Пока в водоеме есть жизнь, не все потеряно. Принято считать, что лягушки любят чистую воду. Но это лишь видимая, точнее, больше слышанная часть экосистемы. Здесь живут змеи, водится рыба, черепаха глядывается по сторонам. В размеренную жизнь вмешались добровольцы с добрыми намерениями. Это уже не ручей, а так называемая «малая река» Можепсин. Она протекает через Сабанабалку. Дома и пансионаты, расположенные на верхней дороге и Пионерском проспекте, на берегу и в воде масса предметов, которые когда-то были нужны человеку. Мешки для мусора наполняются быстро. Мне интересно, как развивается природа и как она портится. То есть влияние человека на окружающую среду. То есть, что сделал человек, чтобы докатилось до такого состояния и что должен сделать человек, чтобы вернуться к изначальному состоянию. С пятого класса попала на Олимпиаду по экологии. Мне понравилось и пошло-поехало. Татьяна Кадникова из села Субсех учится в 11-й школе. Экология для нее хобби с прицелом на основную профессию в будущем. По ее мнению, данный случай не смертелен, если, конечно, его лечить, чем и заняты добровольцы. Это будет долго, сложно, муторно, но можно. Делать уборки хотя бы раз в месяц, то в ближайшие 2-3 года. Единственная проблема – это люди и мусор, который они оставляют. Здесь 14 человек. Добровольцы до представителей молодежного центра 21 век. Вторая группа в районе плавни реки Анапка. Вместе с волонтерами серебряного возраста. Экологический десант города-курорта. Мобилен и легок на подъем. Вчера к вечеру поступило задание, написали в группе и уже сегодня знали точное количество, кто придет. Волонтерское движение по сравнению с прошлыми годами, с 2016 года, очень активно действует. Ребята желают вступить в ряды волонтеров. Уже выдано более 400 волонтерских книжек. И экология – одна из стратегических точек приложения усилий. С января добровольцы уже дважды выходили на высокий берег. Обычно в год проходит не менее десятка акций. Их основная задача – не просто сделать берег чище, но и обратить внимание на проблему, которую не решить силами только добровольцев. Каждая акция, как своеобразное обращение, адресована предпринимателям, а также жителям и гостям. Установить урну и обеспечить вывоз мусора не так дорого, а донести до нее бутылку или банку не так долго. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Екатерина Петровна, ну вот помимо наведения порядка, это дело общее, я для себя сделал еще один вывод, что чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. И как вот эту вот прививку культуры, поведения на территории, где живешь, нам все-таки вот сделать население? Вообще, насколько активно население сегодня включается в эти процессы наведения порядка? Я хочу сказать, что процессы включения в эту активность достаточно высокие. Особенно это видно сейчас, когда уже солнышко так начинает очень хорошо пригревать, когда мы видим, что действительно уже Анапа хорошеет, готовясь к курортному сезону. И мы видим, что абсолютно все включаются в эту подготовку. Во дворах работают наши активисты, они убирают, они вскапывают уже палисадники, наши молодежные волонтеры уже пошли убирать наши берега. Эта работа постоянно идет, и я хочу сказать, что у нас очень высокая активность населения. Я думаю, что наш город, он и так у нас очень красивый, мы его все очень любим, он станет еще краше. Ведь мы все жители нашего города, это значит, что если каждый сделает чуть-чуть, больше, поверьте, город-курорт Анапа очень отзывчивый. И мы вместе сможем сделать его и краше, и лучше. Игорь Михайлович, спасибо большое, что сегодня пришли, спасибо за этот разговор, и хочу вам искренне пожелать удачи. Спасибо вам, всего доброго. В стороне Всекубанского месячника чистоты не могла остаться и наша телерадиокомпания. Сотрудники Анапа-регион сменили микрофоны и камеры на лопаты и метлы. Всекубанский субботник стартовал 31 марта. За это время жители города-курорта благородили большую часть территории. Высадили цветы, навели порядок на детских площадках и в скверах. Сотрудники телерадиокомпании Анапа-регион решили не отставать. Не только в своих репортажах, но и на деле поддержали идею проведения субботника. Я помню, мы в детстве, когда учились в школе, выходили всем классом, всей школой, убирали придворовую территорию. Ну, потом уже, позже, где-то на производстве, приятно выйти с коллективом, убрать ближайшую территорию, чтобы, приезжая на работу, увидеть чистоту и никаких там ни мусора. Мы проходим здесь почти каждый день, с утра, вечером, на работу, с работы. И хочется видеть здесь чистоту, чтобы не было ни мусора, ни сухих листьев. Поэтому и вышли убирать. Месячник чистоты продлится до 30 апреля. К наведению порядка подключатся предприятия, учебные заведения, общественные организации, а также жители города-курорта. Работы будут проходить на всей территории муниципального образования. Уже в эту субботу все желающие смогут принять участие в массовой уборке пляжных территорий. Далее прогноз погоды на выходные дни. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». По прогнозам синоптиков, 14 и 15 апреля в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем – до плюс 14 градусов. Ночью прохладнее – 7 выше ноля. Ветер северо-восточный – от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 11 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» – Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным.